Десятый международный турнир по боксу на призы Мозорского профессионального лица геологии в этом году проводился в трех возрастных группах. Юноша, юниоры и молодежь. И как полагается на соревнованиях такого ранга, вначале прошло торжественное открытие с артистическими номерами и приветственными речами. А после начались бои такие важные для юных мастеров перчатки. Именно на таких площадках, на таких рингах ребята обкатываются, отрабатывают какие-то тактические, физические варианты. Бокс это такой вид спорта, который требует тщательного отношения, потому как вид спорта такой достаточно, можно даже сказать, выразиться жесткий. Ну вот ребята обкатываются таким вот образом и в процессе выстраиваются какие-то дальнейшие варианты тренировок и физических и моральных отношений к этому процессу. Так что очень полезно и дай бог, чтобы больше турниров таких проводилось именно в нашем городе, потому что наш город, во-первых, он не маленький. И второе, то есть у нас две замечательных школы в городе Мозыре. Организаторами турнир выступали отдел образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома, Мозырский профессиональный лиц геологии, Гомельский областной центр Олимпийского резерва единоборств и Гомельская с дюшер профсоюзов Олимп-2015. Вы знаете, это очень прекрасно, что есть такие турниры у нас в области. У нас вообще область наша лидирует по количеству проводимых турниров, я имею в виду по боксу в республике. И вот один из таких турниров, это наш десятый уже традиционный турнир. Я скажу, что с каждым годом все-таки качество улучшается. Вот сейчас, смотрю, приехали представители Украины здесь, Молдовы, представители нашей республики. Я думаю, что это один из этапов подготовки. У нас будет первенство республики по основному возрасту, который здесь проходит, где будет отбираться национальная команда для участия в чемпионате Европы. Поэтому именно на этом турнире ребята и проверят себя, на что подготовили их тренера. Один из боксеров, кто обязательно должен пробиться на республиканский тур – Роман Малиновский. Воспитанник Мозорского филиала «Гумельская с дюшер профсоюзов Олимп-2015». Я уже имею опыт выступления на этом турнире. Провел уже его 3-4 турнира, все их выиграл. В этом году тоже буду выступать. Весовой категории 57 килограмм. Но я думаю, есть все шансы, чтобы выиграть его снова. Завтра с 10 часов утра в спортивном зале «Лицея геологии» начнутся финалы, о которых мы расскажем особо в свое время. Пока же можно выделить следующих боксеров, завоевавших право выступать в полуфинале и числа Мазарян – Вячеслав Кудриский, Дмитрий Лебичан, Егор Коробкин. Обобщение умаляя значения результата, само участие в турнире и подготовка к нему – большое и полезное дело для самих юных любителей бокса. Очень захватило детей и молодежь компьютеры, телефоны, которые в мое время не было их. И вы знаете, молодежь должна идти двигаться, а не сидеть у компьютеров. Обязательно, чтобы они мастерами были своего дела. И как раз турнир вот к этому и способствует. Если ребята будут проводить бои, боксировать, то они будут иметь хороший опыт. Раз хороший опыт, будет выступать на европейских, олимпийских играх хорошо. Ну что же, поблагодарим участников и организаторов этого прекрасного турнира. И будем ждать финальных боев, которые определят не только победителей призеров данного соревнования, но и состав сборной Гомельской области для турниров республиканского ранга. Продолжение следует...